МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обновят ли в Сарове скейт-парк? Судьбу городской площадки обсудили депутаты на Думском комитете. Ночь искусств-2022. Как прошла всероссийская акция в Сарове? Поехать на дачу или устроить киномарафон дома? Чем займутся саровчане в праздничные выходные? Далее расскажем обо всем подробно. С вопросом о реконструкции и модернизации скейт-парка в нашем городе обратился в Думу инициативный саровчанин. На заседании комитета депутаты обсудили возможность построить новую скейт-площадку с учетом всех особенностей конструкции сооружения. Также народные избранники подвели итоги проекта «Вам решать». Скейт-парк в Сарове оборудовали в 2015 году на стадионе Икар. На площадке установили несколько фигур из ламинированной фанеры, которая ломается от сырости, перепадов температур и больших нагрузок. Поэтому скейт-фигуры пришли в негодность и стали травмоопасными, несмотря на ремонт. Еще один скейт-парк есть на товарной базе, но он крытый, и там можно кататься только зимой. При этом в Сарове серьезно развиваются экстремальные виды спорта. А спортсменов на роликах, скейтах и BMX, велосипедах становится все больше. Им нужна качественная площадка для занятий. С этими проблемами выступил инициативный райдер на заседании комитета Городской думы. Город упорно не замечает существующую молодежь в субкультуру экстремальных видов спорта. Упорно. Этот акцент нужно смещать. Если 20 лет назад, когда я еще за это родил, мы тут выбивали эту площадку давно, это старая история, я еще катался. Если тогда все это было еще на уровне инициатив, то сейчас, извините, эти виды спорта олимпийские. Как утверждает Андрей Ятунин, даже на момент своего появления в городе скейт-парк уже был неактуальным по технической составляющей, так как во многих городах установлены бетонные конструкции. Кроме того, нет планового обслуживания спортивного объекта. Райдеры заверили, что в бюджет 2023 года подали дополнительную заявку на закупку оборудования скейт-парка размером 20 на 30. Этот проект Москвы по оценочной стоимости еще до того, что произошло у нас в России, это было 10 миллионов. Конкурсные процедуры прошли. Оценочная стоимость примерно такая. Кроме этого, мы обсуждали историю размещения скейт-парка на территории бывшего клуба «Горизонт». Поступали предложения разместить новый скейт-парк и на территории лыжной базы. Народные избранники сошлись во мнении, что для решения вопроса нужно проработать концепцию и технические характеристики объекта. Для этого единогласно приняли решение на базе комитета создать рабочую группу. Также на заседании обсудили результаты благоустройства внутриквартальных территорий по заявкам депутатов. Четыре контракта выполнили. На одном объекте сроки сорвали недобросовестные иногородние подрядчики. В результате данный контракт выполнить, точнее три контракта выполнить не удалось. Но сегодня мы пытаемся решить точечно выполнить ряд работ, насколько это возможно будет. Но тем не менее общая сумма заявлена на следующий год для выполнения работ в приоритетном порядке. По итогам вам решать. Из девяти проектов выполнены шесть. По трем проектам работы в стадии завершения. В праздники 4 ноября не будут работать все поликлиники города. 5 ноября выходной у второй поликлиники. Первая работает по субботнему графику. Прием ведут дежурные врачи-терапевты, в том числе ковидная бригада, врач-хирург. Кроме того, будут открыты процедурный кабинет и дневной стационар. Вызовы на дом принимают до 13.00 по телефону 95511. Субботний график и у детской поликлиники. Прием будет вести дежурный врач-педиатр. Вызовы на дом также принимают до часа дня. 4 и 6 ноября с 8 до 13 часов будет работать стоматологический кабинет в больничном городке. 5 ноября стоматологическая поликлиника работает по субботнему графику с 8.00 до 13.00. Неотложную и экстренную помощь оказывает отделение скорой медицинской помощи и стационар больницы. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в Нижегородской области состоится с 3 по 8 ноября. Мероприятие пройдет в очном и дистанционном форматах на трех языках – русском, английском и испанском. Длится диктант 45 минут. Для участников младше 16 лет задания состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для граждан старше 16 лет в диктанте предусмотрено 30 вопросов. 20 из них общие, а 10 – специальные для каждого субъекта России. Принять участие в онлайн-формате можно на сайте miretna.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Поезд Деда Мороза приедет в Нижний Новгород 3 декабря. Новогодний волшебник отправился в путешествие 22 октября на поезде, который представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Он состоит из 19 вагонов, среди которых салон-приемная, вагон-сцена, сказочная деревня для игр и квестов, вагоны-рестораны и многое другое. Паровоз во главе поезда украшен гирляндами из сотен фонариков. Программа для каждого города доступна на сайте РЖД. Кроме того, актуальная информация размещается в телеграм-канале и на сайте проекта. Приют Мурдом просит саровчан поддержать их в голосовании за лучший социальный проект 2022 года. Победители голосования, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из категории, получат грант 300 тысяч рублей. Отдать свой голос за приют можно на сайте добрыйбизнес.рф. Для этого в категории некоммерческие организации нужно выбрать проект «Приют Мурдом» и заполнить анкету с контактными данными, во избежание накрутки голосов. Результаты голосования будут объявлены 1 декабря на торжественной церемонии подведения итогов развития социального предпринимательства Нижегородской области. Традиционная акция «Ночь искусств» прошла в Сарове в преддверии Дня народного единства. Общая тема мероприятий – наши традиции. В городском музее состоялась выставка икон Государственного исторического музея. В художественной галерее продемонстрировали экспонаты в рамках областного народного фестиваля костюма. А в библиотеке имени Маяковского работали площадки, посвященные истории народов России. В рамках «Ночи истории» в городском музее открылась выставка экспонатов Государственного исторического музея Святой Руси и Заступники. Около ста работ, посвященных образцам русским святых, покорили своей красотой и неповторимостью саровчан. Как отметили организаторы мероприятия, икона интересна не только верующим, но и всем тем, кто следует идеалам добра и прекрасного. Также именно эта живопись передает семейные ценности, традиции и жизненные устои. Наиболее лично для меня, наверное, может быть значимый экспонат – это икона Богоматери на троне с предстоящим Сергием Радонежским. Первоначально по преданиям считалось, что это почти прижизненный портрет Сергия Радонежского. Иконографические черты сохраняются. Сотрудники Государственного исторического музея провели экскурсию по экспонатам выставки. Однако, если вы не смогли побывать на акции «Ночь искусств», у вас есть возможность посетить музей и увидеть образцы русских святых до февраля 2023 года. Он вошел в пещеру и нашел там тысячи тысяч людей, да, учеников последователей. То есть, действительно, это пещера, которая превратилась в такую сону святых. Мероприятия дополнили творческие станции для детей и их родителей. Горожане участвовали в исторических экторинах, мастер-классах по созданию берегов, кукол и игрушек. Открытие выставки «Святой Руси заступники» сопровождалось выступлением воспитанников и педагогов детской школы искусств. И с каждым годом, день за днем, ты наполняешь сорок днем, тебе возносим руки, я-я-я-я-я. В художественной галерее «Ночь искусств» стала настоящим праздником, ведь одновременно открылись две выставки. Детская школа искусств номер два организовала третий областной фестиваль народного костюма «Краса России». Работы подготовили как взрослые, так и дети, причем с особой любовью к народному творчеству. Здесь выступали творческие коллективы, здесь пели дети прекрасно, здесь были танцы. И весь фольклор был под стать этой выставкой, потому что она объединила мастеров, художников и детские работы Нижегородской области. В рамках акции открылась выставка городских художников. 187 рисунков, выполненных красками, карандашами, а также скульптуры, были размещены в галерее. 55 творцов представили свое видение улиц, достопримечательностей, природных объектов Сарова. Здесь и натюрморты, здесь и портреты, здесь яркие краски и сдержанная пастель. Здесь хватает всего. На самом деле эта выставка в этом году получилась очень плотная. Нам хотелось показать разнообразие тех направлений, которые есть в городе Сарове. И мне кажется, что нам удалось. Елена Лемясьева принимает участие в выставке с 2020 года. Девушка занимается творчеством с пеленок. В ее семье отец художник, а запах краски для Елены – самый родной. Летом у нас очень много пионов. Все это красиво, распустившиеся розы. Вот. Я уже написала пионов роз и других букетов. И стоял одинокий букет, в котором еще даже только бутоны начинали распускаться. Мне стало бы жалко, что все уделяют внимание таким шикарным цветам, но он стоит одинокий. И вот я им составила компанию. Следующее масштабное культурное мероприятие планируется в мае. И это будет Ночь музея. Но городской музей, художественная галерея и библиотеки всегда готовы погрузить саровчан в искусство и историю страны. 4 ноября в России празднуют День народного единства. По случаю этого торжества в стране ежегодно объявляют официальный выходной. В этом году россиян ждут длинные выходные. Как собираются их провести саровчане, узнала наша съемочная группа. В честь Дня народного единства у россияны эта рабочая неделя оказалась сокращенной. Таким образом у людей появилась возможность отдохнуть целых три дня. И мы решили узнать, какие планы у саровчан на эти выходные. Учиться, учиться еще раз учиться. Учение света, а не учение тьма. Всем советую учиться, читать много книг и быть очень умными, здоровыми людьми и заниматься спортом. Отдыхать, гулять. У нас поглядите какой красивый. Будем гулять по тропе здоровья. Мы пенсионеры. Ну, как говорится, никуда погулять сходить. В лес, по тропе. Я поеду на выходные домой. Логично. Смать будет. Наверное, в Москву поеду. А, хорошо. Дочерь. Дома с семьей, что ли? Работать. Я собираюсь выспаться и решать дальше свое ЕГЭ. Я дома буду, ко мне дочек приезжают. Крам схожу. Домой, в свой родной Ордатов. Встречу с родителями, которых давно не видел. Позову друга, погуляем. С семьей. Казалось, что многие саровчан хотят за выходные поработать или потянуть учебу. А некоторые собираются отдохнуть на полную катушку, забыв о всех проблемах. У Лены Скородумова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Сарова-24. Всемирный день косплея ежегодно отмечают 3 ноября. Косплей-фестивали уже давно стали доброй традицией во многих городах нашей страны. Всемирное известное направление добралось и до Сарова, где вот уже несколько лет открыт клуб. С его участниками встретился наш корреспондент. Косплей называют искусством перевоплощения в любимого персонажа. Кино, сериалы, компьютерные игры, комиксы или книги – основные источники вдохновения для косплееров. В качестве образов для воплощения, как правило, выбирают ярких, запоминающихся персонажей, обладающих характерными чертами поведения. Это важно, поскольку косплеер не просто примеряет на себе одежду героя. Он буквально становится им, говорит тем же тоном, копирует манеру речи, жест и мимику. Это нелегкий труд, однако результат проделанной работы порой просто поражает воображение. Самое важное в косплее – это, наверное, отдаться этому искусству, скажем так, и не заканчивать на половине пути. Потому что есть начинающие косплееры, которые первый раз купили парик, не знают, как его уложить, не знают, как правильно сделать костюм или надеть его даже. Косплеем Лина занимается около пяти лет. Началось все с простого новогоднего желания. В канун праздника она попросила родителей купить костюм популярной японской виртуальной певицы Хацуна Мику. А дальше череда ярких, интересных, многогранных образов. Один из последних Лина собрала из своего шкафа. Футболку расписала сама. Это косплей на девочку Элли из компьютерной игры Last of Us. В мире наступает апокалипсис, в котором люди заражаются и превращаются в мерзких существ, единственная цель которых – просто убить. Элли является девочкой, у которой имеется иммунитет к тому вирусу, который разносят эти существа. И она вместе со своим сопровождающим путешествует по миру и пытается найти выход. Вера Жарикова косплеем увлеклась недавно. Среди ее образов – персонажи вселенной «Флауэрфайл», мультфильмов «Стивен Юниорс» и «Май Лидл Пони». Несколько лет назад Вера организовала в нашем городе косплей-сообщество. В него вошли фанаты самых разных вселенных. На своих собраниях ребята делятся впечатлениями, обсуждают косплеи, помогают друг другу дополнить, усовершенствовать образ. Сообщество открыто для новых участников. Прийти может любой человек возрастом от 12 лет. К сожалению, у младшего мы предпочитаем не брать. Почему? Потому что у многих аниме, у многих книг, у нас основной центр начинается именно с 12 лет. По понятным причинам. Поэтому мы будем рады любым. Если вы не настроены агрессивно, если вы в целом адекватный человек, то, пожалуйста, наша дверь всегда открыта. Неформальные встречи выросли в официальное косплей-объединение. Сейчас клуб базируется в молодежном центре. Узнать подробнее о том, как и когда проходят встречи и занятия косплееров, можно в их группе ВКонтакте. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.